Друзья, всем привет! Это Samsung S21 FE. Про него на канале нет ни одного видео, но уверен, роликов о нем вы посмотрели достаточно. Повторяться и делать отдельное видео я смысла не вижу, но вот сравнить его с конкурентами точно стоит. И в первую очередь хочется понять, стоит ли брать его или лучше купить Samsung S21 из флагманской линейки. Сегодня попробуем ответить на этот вопрос. Причем для обзора я взял 21 на Snapdragon. И да, только что показали серию S22. Но судя по всему, революции там и не пахнет, а ценник на 21 серию сейчас гораздо более гуманный. За оба смартфона, как всегда, спасибо моим друзьям из магазина Цифрус. Тут вы можете купить технику от Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi и многих других по прекрасным ценам. Доставка по всей России. А по ссылке вас ждет подарок при покупке. Начинаем. Комплект поставки у Samsung одинаково никакой. Тонюсенькие коробочки, а внутри лишь кабели Type-C Type-C. Ставлю жирный минус. А у S21 FE еще и пленку на экран зажали. Ее отдельно клеили уже в Цифрусе. Странно, потому что на S21 она наклеена с завода. Далее внешний вид. И по большому счету это конечно вкусовщина. Но FE меня оставил равнодушным. Нет, спереди все окей. Рамки тонкие, небольшое утолщение снизу имеется, но оно не больше, чем у 21. Экраны прямые, что многие оценят положительно. Мне небольшая изогнутость не мешает. Но проблем с выбором стекол такое решение и правда доставляет сильно больше. Сзади FE конечно пустоват. Спинка пластиковая, армированная углеволокном. Испытать на прочность желания нет. Блок камер составляет со спинкой одно целое. Ну простовато, как мне кажется. Плюс цвета очень спокойные и какие-то блеклые. Никаких интересных вариантов. Тот же зеленый меня если честно не порадовал. Вот для сравнения зеленый OnePlus 9 Pro. У S21 блок камер выделен, хотя по размерам не отличается. Цвета интереснее, можно выбрать и яркие и спокойные. Да и внешне спинка больше похожа на стеклянную. Хотя она и тут пластиковая. В итоге вы конечно скорее всего засунете обоих в чехлы, иначе спинка будет поцарапана. Можно конечно наклеить на нее пленку, но на вид такое спорное решение, прямо скажем. А в чехле какой там цвет, какой материал уже вроде и не так важно. Но S21 и в прозрачном. Смотрится интересно. Так что лучше все-таки иметь выбор. Рамы кстати у обоих алюминиевые. Тут не пожадничали, это хорошо. В руке S21 лежит точно лучше, чем FE. Просто потому, что он поменьше. В 21 реально легко пользоваться одной рукой, и мне этот момент очень понравился. При этом он не кажется малышом. Диагонали экрана мне хватало совершенно. Но и FE для своих габаритов управляется отлично. Он не такой огромный, как современные флагманы. Хват уверенный, без чехла он еще и не скользит, спасибо пластику. Так что тут оба радуют. А для понимания габаритов обоих, вот они на фоне S21 Ultra. Типичного современного топ устройства. Как видите, в сравнении с S21 он заметно длиннее и шире. Кстати, а какая у аппаратов разница в стоимости? Е-каталог показывает, что S21 FE можно купить от 42 тысяч за версию 6128. При этом официальная стоимость аж 55 тысяч. Разница очень заметная. Вариант 8256 торгуется от 50 тысяч, при официальной цене в 61. Довольно сильно дороже базовой модели. S21 чуть дороже. RST-версия на Exynos стартует с 44 тысяч за 8128. А вариант на Snapdragon обойдется в 48 тысяч. При этом у официалов S21 стоит 50 тысяч, дешевле чем FE. А вариант 8256 на Exynos стартует с 48. Версия на Снэпе стоит около 53 тысяч. Ссылки оставлю в описании, переходите и сравнивайте актуальные цены. В общем, если сравнивать Snapdragon версии, то FE дешевле примерно на 3-5 тысяч, в зависимости от версии. Сейчас разница реально невелика. Идём дальше. По разъёмам отличий нет. И там и там лишь Type-C версии USB 3.2. Диода уведомлений у обоих, конечно же, нет, но в наличии нормальный Always-On-Display. Экраны. 6,2 дюйма у S21 и 6,4 у FE. AMOLED, 120 Гц, Full HD+, разрешение. Дисплеи предельно близки. Хорошие, яркие, сочные. В общем, в плане картинки я полностью доволен обоями. Режимов калибровки, правда, всего 2. Естественный желтит, а вот насыщенный меня совершенно устраивает. Классная, яркая картинка. Минимальная яркость белого поля у обоих менее 1 кд на метр квадратный. Хороший результат. Максимальная в авторежиме сравнима. А вот на ярком свету FE показал просто отличный результат. S21 тоже довольно хорош, на уровне флагманов. Просто FE показал один из лучших результатов за всё время замера. По шим, думаю, вы особо ни на что не надеялись. И правильно делали. Коэффициент пульсации не менее 50% на высокой яркости. А на низкой он у обоих доходит до 160. Причём шим тут на всём диапазоне на частоте 240 и 480 Гц. В основном 240. Прямо скажем, не самый высокий результат. Хотелось бы минимум 360. Samsung на шим как всегда забивает. Кстати, отмечу ещё и нелинейную регулировку яркости. Реально снижаться она по сути начинает с середины ползунка. Такая калибровка не очень удобна. Что со звуком? У обоих стерео. Звучат они громко. Обоими я в общем-то доволен. Но S21 и громче и сочнее. Он реально близок к тому же S21 Ultra. FE всё-таки играет хуже. А вот Vibro не топовая у обоих. На S21 оно чуть мощнее. Но лёгкое жужжание заметно у обоих. На S21 Ultra, OnePlus, топовых Xiaomi вибромоторы более качественные. Касаемо сканера, скажу, что FE снова чуть позади. На S21 он срабатывает вообще от малейшего касания. FE так не может. Палец приходится удерживать дольше. Нормально, но когда сравниваешь в лоб, разница заметна. Далее производительность. Snapdragon 3.8. Хотя RST-шный S21 работает на Exynos 21.00. Оперативки 8 гигабайт у S21. И 6 или 8 у FE. Постоянный 128 или 256. UFS 3.1. Слот под симки двойной. Без поддержки карт памяти. В Antutu на первом прогоне оба выбивают неплохие результаты. Но к третьему падение довольно сильное. Но это ладно. Давайте посмотрим, что на практике. Тестируем в тяжёлый Genshin Impact. Но для начала устанавливаем фирменное приложение Game Booster Plus. И с его помощью ставим качество графики 100%. FPS максимальный. И выключаем дорисовку кадров в Frame Booster. Вот тогда можно надеяться на лучший результат. Игровые сервисы от Samsung. Та ещё ерунда. При максимальной графике игра имеет разрешение HD+. На S21 сначала получаем FPS в районе 45-50. Но уже через 5 минут он скатывается на 30-35. А через 10 возникают просадки и до 25. Плюс на S21 батарея за полчаса нагрелась до 46 градусов. И сам телефон держать было на грани комфорта. Всё-таки компактный корпус нагревается сильнее. В общем играть даже в тяжёлые игры можно. Но просадки и нагрев будут. Для Snapdragon 3.8 это в общем-то обычное поведение. Помноженное на компактные габариты аппарата. А S21 FE, как мне кажется, выступил даже похуже. Нагрев примерно такой же. 45 градусов на батарее. Хотя на корпусе он ощущается всё-таки меньше. Но FPS он держит хуже. При том, что в настройках я также активировал Game Booster Plus. При переходе на неизвестные локации, после получаса игры, FPS падал до 13-15. В среднем же находился в районе 25-30. Причём упал на них довольно быстро с момента начала игры. Честно говоря, хотелось понизить графику. Играть было чуть менее комфортно, чем на S21. В общем, не назвал бы Samsung идеальными игровыми аппаратами. При желании даже в самые тяжёлые игры поиграть на них получится. Но есть конкуренты, которые проявляют себя лучше. В плане работы интерфейса ожидаемо никаких отличий нет. Оба работают на One UI 4, основанной на Android 12. Оболочка Samsung всё так же слегка перегружена. Но по крайней мере на аппаратах на Snapdragon она работает хорошо. При этом тут нет такой резкости, как была на той же Oxygen. Pixel 6 Pro также работает плавнее. Тут вы можете увидеть мелкую дергатню в анимациях. К сожалению, One UI это тяжёлая оболочка. Но это быстрые смартфоны. Они работают гораздо лучше того же Galaxy Note 20 на Exynos. А сама оболочка крайне стабильная, так что поставлю обоим плюс. Мне использовать их было комфортно. Но отмечу, что при интенсивном использовании оба нагреваются. Иногда даже до 40 градусов на батарее. Спасибо 888. Автономность у телефонов средняя. Аккумулятор на 4000 мАч у S21 и 4500 UFE. Оба дают около 5-6 часов работы экрана от одного заряда. Больше у меня вытянуть не получалось. Не могу сказать, что они садятся быстро. На полный день и того и другого хватит. Но особого запаса нет. FE как будто живёт чуть больше, но на практике эта разница особо не заметна. За час просмотра YouTube уходит 6% у FE и 7% у S21. Полчаса игры в Genshin Impact 16% против 19. При этом традиционно для Samsung зарядка максимум 25 Вт. Блокам от OnePlus 9 Pro удалось активировать очень быструю зарядку. 33-ваттный от Xiaomi давал просто быструю. В наличии также беспроводная зарядка на 15 Вт. И реверсивная. 9 Вт у S21 и 4,5 УFE. Камеры. У обоих три модуля. Основные и телефото с оптическим стабом. Телевик с гибридным трёхкратным зумом. Делает кроп с матрицы. И там и там нет полноценного трёхкратного оптического зума. При хорошем освещении по цветопередаче и балансу белого всё один в один. Причём если вы снимаете снег где-то в тени, то оба очень ошибаются и уходят в синеву. А 21 ещё и разок промазал с фокусом. А вот на открытой местности проблем нет. Баланс белого выравнивается. Да и по детализации я отличий не увидел. Примерно один уровень. В помещении шумы иногда больше проявляются у одного, а иногда у другого. Так что тут когда как. При этом у S21 нет столь выраженного шарпинга. На FE резкость выкручена сильнее чем надо. Не всегда это проявляется, но если есть, то это заметно. И немного портит впечатление. Но в целом и тут результат конечно очень близкий. Ширик у обоих без оптического стаба. Звёзд с неба не хватает, но и откровенно не пасует. С BB также уходит в синие тона в определённых ситуациях. Не всегда справляется с пересветами. И отличие искать тут дело неблагодарное. Кадры буквально под копирку. В том числе и по фокусному расстоянию. Так что нормальный средний уровень. Причём что на улице, что в помещении. По телефото чуть лучше S21 FE. Не знаю в чём дело. Возможно чисто программная дообработка. Разница очень незначительная. Но часто при сравнении в лоб я замечаю, что кадр с FE чуть более резкий. Но чью-то я разницы особо не увидел. Телефоны неплохо справляются. Единственное ночной режим работает не очень шустро. Что впрочем для Samsung стандартная история. Фронтальная камера 32 мегапикселя у FE против 10 у S21. Вот пример фото в помещении. Никакую разницы не вижу. Резкость явно завышена у обоих. Но снимок неплохой. Яркий, контрастный, будете довольны. Видео аппараты снимают одинаково неплохо. Мне в общем-то нравится. А вот звук как мне показалось FE пишет чуть лучше. Тестирование видеосъемки S21 FE и S21. Съемку виду в 4К 60 фпс. Тестирование видеосъемки S21 FE и S21. Съемку виду в 4К 60 фпс. Посмотрим как они записывают видео в помещении. Съемку виду в 4К 60 фпс. Тест записи видео Samsung S21 FE и Samsung S21. Посмотрим как работает стабилизация и как записывается звук. По беспроводным интерфейсам порядок. У обоих NFC, Bluetooth 5.0, а вот поддержка E-SIM есть только у S21 на Exynos. У FE данной опции нет. Зато 4G Plus FE ловит увереннее, чем Snapdragon версия S21. В одной и той же точке скорость LTE тут выше. А вот в LTE в наличии у обоих. С этим проблем у Samsung не бывает. Да и датчик приближения на обоих аппаратах образцовый. Никаких ложных срабатываний. Все четко. Плюсы и там и там в наличии влагозащита по стандарту IP68. Ну что, пора подводить итоги. И тут я как обычно жду вас в комментариях. Я скажу так. Оба смартфона на самом деле получились удачными. Мне вообще нравится, куда движется последнее время Samsung. Оба имеют очень много общего. А основное отличие это габариты. Из минусов отмечу все-таки не флагманская вибра. А также многих огорчит шим дисплеев. Но в целом лично мне очень понравился S21 именно за счет умеренно компактных габаритов. Эдакий iPhone 13 на Android. Я даже удивлен, что ранее пропустил его и не делал обзора. При этом у него лучше звук. Чуть быстрее сканер отпечатка пальцев. А стоит S21 совсем немного дороже. Плюс с выходом 22 линейки, 21 должна еще подешеветь в самое ближайшее время. А вот S22 FE явно появится позже. 21-й-то только вышел. Я из этих двоих все-таки проголосую за S21. Но если нужна диагональ чуть больше, то можете смотреть на FE. Просто мне кажется, он должен стоить еще чуть дешевле. 35 тысяч за него было бы в самый раз. Теперь жду вас в комментариях. Можете также посмотреть сравнение OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12 Pro. Или тест Realme 9i и Poco M4 Pro. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!